Порой и хотим мы того или нет, но мы вынуждены оставаться дома. Соглашусь с тем, что глоток свежего воздуха отлично настраивает на продуктивный лад. Однако, что делать, если выбраться на улицу нет возможности, а главное, чем именно можно заняться в четырех стенах? Более того, в гордом одиночестве. Список из 50 дел, которые помогут вам, если дома скучно и нечем заняться, а рядом нет никого, кто мог бы поднять настроение. Развлечения, посмотреть фильмы и сериалы. Отличный шанс пересмотреть все, что откладывалось в долгий ящик фотографии и селфи. Самое время разобрать ваши фото или сделать новые. Экспериментируйте с ярким фоном, макияжем или одеждой, соберите пазл, разгадайте кроссворд или судоку. Если дома такового не имеется, всегда можно скачать онлайн-версию, слушайте музыку и танцуйте, или даже пойте. Отрепетируйте свой лучший номер перед зеркалом, видеоигры занимают очень много времени. Но теперь у нас появилась свободная минутка, и мы можем немного поиграть. Напишите себе письмо в будущее. Расскажите, что чувствуете и думаете сейчас. Дайте волю фантазии и помечтайте о том, чего вы хотите в дальнейшем, найдите в интернете, и попробуйте повторить фокус или трюк сделать мыльную воду и пускать пузыри. Если погода позволяет, можно пускать их в окно, тренируйте терпение. Создавая карточный домик, найди в интернете, и попробуй выполнить челлендж «Соберите пассианс» или погадайте на картах, скачайте сборник загадок и поразгадывайте их, будь приступите к генеральной уборке. Раз уж у вас нет возможности выйти, пусть дома у вас будет чисто и приятно, разберите гардероб. Это занятие полезно вдвойне, так как параллельно вы можете придумать несколько новых образов. Приготовьте какое-нибудь сложное. Новое блюдо, на которое раньше не хватало времени или сил, помойте обувь и пропитайте ее специальными средствами, удалите ненужные файлы и программы с телефона и компьютера работайте землей. Пересадите цветы, посадите зелень или лук навести порядок в ящиках и полках. Разбирая самые дальние углы, вы обязательно найдете незаконченные дела, освежите интерьер. Поменяйте шторы, пледы, подушки или дополните его картиной, которую создадите сами на случай, если вам, ну очень скучно, можно затеять перестановку саморазвития книга. Не только лучший подарок, но и, пожалуй, лучшее времяпрепровождение. Онлайн-курсы. Продолжайте учиться. Сделайте зарядку, приседание или планку, или же выберите любой другой подходящий вам вид активности учить языки. Когда вы все-таки выберетесь из своего дома, это может стать полезным навыком. Читайте статьи на интересующие вас темы «Стройте планы». Двигаться вперед легче. Если ты знаешь, чего хочешь, введите ежедневник. Тогда все важные дела будут у вас перед глазами. И вы ничего не забудете, научитесь медитации, попробуйте создать доску визуализации желаний или же просто вдохновляющий калаш, читайте о космосе. Изучайте созвездия красота, посидите с маской для лица, ванночкой для ног. Отлично расслабит и поможет в уходе за ногами, потрудитесь над маникюром. Опрятные ногти – это всегда приятно примите ванну с пеной, солью, бомбочкой или совсем вместе сделать массаж лица или лицевой гимнастику, хобелеттеринг или каллиграфия. Аккуратный почерк всегда пригодится квиллинг. Все, что вам понадобится – это яркие кусочки бумаги, рисуйте или используйте раскраску. Если не уверены в своих силах, сложите оригами или на худой конец бумажный самолетик, займитесь вышиванием или же зашите дырявые носки и перчатки, напишите книгу или рассказ, чините стих. Если же вы считаете, что обделены талантом, то можно поучиться на примере великих и выучить пару строк. Классика – заведите блок, или если он уже имеется, сделайте что-нибудь для невуди. Дайте вторую жизнь вашей старой вещи. Нарисуйте что-нибудь, украсьте пуговицами или пайетками, создайте поделки или поздравительные открытки, из подручных средств сплетите ловец, но всплетите украшения. Бусы или финички попробуйте собрать алмазную мозаику или написать картину по номерам научитесь играть на гитаре. Укулеле или губной гармошки.